Привет, Артелий на своем канале, давно не виделись с тобой Игорь. Сегодня хочу поговорить об одном из видов деятельности в свое свободное время, а именно с удовольствием. Как ты можешь уже заметить, дела идут в принципе хорошо, за исключением базилика, но в нем попозже. Не хотел начинать съемку видео на подобную тематику с банального посева семян в грунт, потому что вряд ли кому это будет интересно, поэтому мы имеем уже промежуточные результаты. Это огурцы мгновенные, комнатные или не комнатные, не помню, что было написано на упаковке. У меня есть два огурца, которые находятся на подоконнике. Я их подвязал, частенько поливаю и мы сейчас скоро к ним перейдем, мы увидим какие там результаты. Сейчас нам надо просто взять эти 4 огурца и пересадить их в другом скорее всего это будет горшок, горшок и открытый грунт. Приступаем. Разровняем тут, взрыхлим, потому что почву надо рыхлить иногда, чтобы кислород поступал. Готово. Теперь мы переходим к ящику. В ящике выращивается тмин, не знаю как выглядит конечная его или готовая стадия, поэтому будь что будет. Наверное это какие-то семена будут. Идет потом базилик, который надо срочно пересаживать в открытый грунт, иначе он что-то, смотрю, начинает изгибаться и мне кажется ему плохо становится. Поэтому мы сегодня его тоже пересадим. У меня есть участок во дворе, где я выращиваю свои растения. Ну и петрушка. Прелесть петрушки заключается в том, что можно просто взять вот и спокойно скушать уже ее растение. Как называется? Урожай, скорее всего, растение с козломом, конечно. И на вкус она такая. Она, знаете, какая? Она не обычная петрушка, которую продают на рынке, а это кудрявая. Вот, смотрите внимательно. Кудрявая петрушка, очень вкусная такая. Вот за это я и люблю выращивать растения на подопринке, потому что ты можешь в любой момент подойти, сорвать, скушать выращенные своими руками растения. И тебе это остается еще более приятно, потому что ты с душой это все делал. В планах также вырастить крест-салат весенний, но мне не нравится то, что написано с собственным горчичным кунцом, потому что я знаю руккола, но у нее тоже есть такой сорт, который горчичный. Поэтому, ну, чисто из-за того, что период от полного схода до начала годности 15-17 дней. То есть это очень быстро растущие растения. И второй, это у нас кориандр кинза карибе сорт. Это для своей мамы, потому что она очень любит кинзу. Причем бы не порадовать ее, собственно, выращенным урожаем кинзы. Кинзу, скорее всего, буду выращивать двумя способами. Первый, это в открытый грунт просто посажу. А второй, это надо какой-нибудь ящик найти и высадить на подоконник, чтобы росла она. И посмотрим, какой из вариантов оказывается более лучшим. А сейчас мы перейдем еще к некоторым растениям, которые я выращиваю в своей квартире. Да, забыл сказать, еще у меня во дворе выращивается мята. Перечная, не перечная. Ах, какой приятный аромат она издает. Историю, как я ее пересаживал, выращивал, расскажу там, на месте уже. Поэтому, дайте смотреть растение. Это растение не знаю, и вот красивое такое растение. И вот, и вот, мама очень любит выращивать цветы у себя дома. И вот самая вот ее гордость, это на всю стену, фокус, это на всю стену вот такое вот растение. Не знаю, как оно называется, но оно хорошо расплелось. Кстати, маска здорова. И вот так вот. Это, как его называют, не аспарагус, или аспарагус, точно не помню. И хлорофитум. Здесь у меня выращивается базилик фиолетовый. Вот здесь хорошо принялись растения, хорошо зашли. А здесь очень плохо, беда. Мы видим, что не все растения произросли, не все росточки, да. Здесь единичные только случаи. Но в любом случае, как только они схватятся, то есть корни пустят такие уже помощнее у себя, то надо их срочно будет пересаживать открытый грунт. И тогда будет все прекрасно с ними. Они дадут хороший урожай. Переходим дальше. Здесь мы имеем большой ящик такой, да, в котором пытался вырастить базилик зеленый, который на прошлом ящике, да, на черном. Но что-то пошло не так, и ничего не произросло, вот только какой-то росточек делится-карагач. Но отойдем от этого ящика, и мы имеем тут огромный огурец. Ну, не огромный, он просто растет уже хорошо. Два огурца здесь растет. Мы видим, что он пускает цветочки, которые потом дают плоды. Вот видите, маленькие огурчики. Красиво, да? Красиво очень. Хорошо плетется, хорошо прям вот усы пускает свои, чтобы цепляться за веревочки. И думаю, что с этим огурцом у меня получится нехороший урожай, но что-то у меня получится с ним. Поэтому за огурец ставьте лайк. Все, огурцы пересадил и полил, как вы видите. Они немножко подзавяли, но это понятно, потому что из одной среды в другую куда-то. И она совершенно не всегда так реагирует. А мы тем временем перейдем к мяте. Вот мята, я выращивал дома сначала ее, но потом что-то случилось с ней, что она себя плохо стала чувствовать. Я решил ее, как бы, ну уже выбора не было у меня, я просто решил ее сюда вот посадить, в открытый грунт. И как видите, она хорошо принялась в тот прошлогодний сезон. Дала корни сильные, и видите, корневая система настолько сохранилась, что пережила зиму, и теперь она еще больше ее стала. И она распространилась так хорошо. И при этом очень хороший аромат от нее идет. То есть можно добавлять в коктейли всякие там, или с чем там, к чаю, да, с мятой. Вот это вот мой личный участок. По факту он не мой, но никто не занимается, ничего не сажает. И поэтому я просто засадил сверстение и приватизировал его себе. Начнем с огурцов. Вот они хорошо тоже усы пустили, то есть прижились спокойно, прекрасно растут. Осталось только дождаться, когда они дадут первые свои плоды, и можно было их попробовать. Вот тут, вот здесь, в этом участке я посадил кориандр, кинза, по-нашему. Вот это вот рукола, которую я тоже пересаживал, потому что она себя плохо чувствовала. Что-то ей все равно тяжело, она вот падает. А вот это вот дикая рукола. И она, кстати, намного лучше себя чувствует, нежели вот эта. Так, укропчик пересадил, петрушка. Еще петрушка, которая вроде кудрявая, это обычная. Вот базилик пересаженный, который на видео был только что недавно. И вот здесь целое семейство томатов и острого перца. С перцем все прекрасно, он будет расти, плодоносить. Главное, чтобы он успел созреть, потому что в том году зеленые были плоды. Я начал пробовать, а они сладкие оказались. То есть надо, чтобы он покраснел. Я ошибся туда. Но с томатами надо просто их подвязать еще и удобрения каких-нибудь, наверное, дать, чтобы они хорошо произрастали. Так, вот они выглядят красиво. Ну, собственно, все, ребята. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих роликах. Всем пока. Увидимся в следующих роликах.